Говорим о холодовой аллергии. Таковая тоже существует. И как в холодном климате жить с этой напастью? Мы сейчас будем разбираться с Надеждой Удегир, врачом-дерматокосметологом, экспертом нашей программы. Доброе утро, Надежда. Доброе утро. Мы за кадром разобрались с Надеждой уже. Просто нормально, нужно одеваться перед тем, как выходить на улицу. Спасибо вам, Руслан. К сожалению, мы прощаемся с Надеждой. Я со мной. Нет, я пойду. Нет, давайте разберемся. Надежда вот в чем. Как она проявляется? Что такое аллергия на холод? В большинстве случаев это аллергия, которая выглядит как высыпание красного цвета, шелушение, зуд может присутствовать, стянутость. И, естественно, она возникает в холодное время года. Нужно уезжать в теплые... Это идеально. Идеально на Бали, на Мальдивы, в Дубае. А как? Помазал кремом, и все пройдет? Нет? То есть она сухая, помазал увлажняющим кремом, она стала... В большинстве случаев пациентов это не помогает. Они доносят средства, через некоторое время это все начинается снова. Давайте разберемся, в чем тогда причина ее. Ну, то есть это только холод или... Ну, знаете, как есть аллергия на питомцев, но мы знаем, что это не на самих питомцев, а на их пот. С холодом есть какой-то вот такой подвох? На пот холода? На самом деле реакция это в большинстве случаев из-за того, что у людей есть нарушения в гидролипидном барьере, в защитном барьере кожи. Потому что мы с вами в большинстве случаев недостаточно питаемся, в том плане, что жиров у нас недостаточное количество присутствует в рационе, воды, и плюс еще и климатические какие-то особенности оказывают влияние. Особенно если, например, вчера минус 40, а сегодня минус 8. Вот, да. Чем опасна такая аллергия? Тем, что раскачивает как раз-таки вот эти вот защитные функции нашей кожи. А они у нас, ну, данных пациентов, несовершенствованы, и, соответственно, у вас может усугубляться данная проблема и переходить, например, в экзему. А вот как реакция эта долго длится? Вот мы вышли на улицу, да, и есть эффект, а потом вернулись в тепло. И когда нормализуется? Через день, через час, через пять минут? Ну, всех по-разному. У кого-то кто-то через полчаса, у кого-то там через два часа только может пройти. Это наследственная болезнь или мы ее как-то приобретаем каким-то образом? Ну, это я не скажу, что прям наследственная. Это может быть приобретенно, если у вас выработалась с течением времени вот эта вот предрасположенность к тому, что защитный барьер у вас нарушился. Но все равно какая-то генетическая предрасположенность к этому должна быть. То есть какая-то предрасположенность вообще в целом к кожным заболеваниям, да? А потом оно уже выберет, куда проявиться. Проблемная кожа, так говорят. Проблемная кожа. Сплошные проблемы. И на холод, и на жару все реагируют везде. У каждого у вас есть, потому что у кого-то фотодерматит, например, на ультрафиолет реакция, а у кого-то на холод. Температурные рецепторы так реагируют. Надежда, у меня один вопрос. Что делать? Что делать этим людям, у кого аллергия на холод? Вот это вот все симптомы есть. Ну, кроме того, чтобы пытаться переехать, конечно же, носить перчатки, варежки. Есть прекрасные, допустим, варежки, которые по типу... Ну, вот как есть валеночки, да? Типа угов, да, вот, разумеется. И есть такие же варежки, как выяснилось. Я об этом выяснила даже в прошлый год, и вот купила себе похожие. В общем, теплые такие, да? Очень теплые, прекрасные. Они, конечно, не так плотно сидят на руке, но зато у них очень тепло. Главное, чтобы было тепло. Утепляться. Если не будет холодно, то не будет холодовой аллергии. Я примерно так вначале и говорил сразу. В начале разговора был сразу спойлер. Ты молодец. Варежки наделай. Умничка. Кстати, даже если нету, извините, даже если нету, получается, холодовой аллергии, все равно варежки же нужно носить, чтобы не трескалось скоро, правильно? Но у людей с холодовой аллергией в большинстве случаев еще будет реакция на шерсть. Поэтому, например, шестяные варежки им не подходят. Им лучше вот такие вот, которые с... Синтетические? Нет, не синтетические, а которые внутри... Как вельвет больше, да? Да, вот такие типа велюровые, что-то такое вот. И лучше, если они будут двухслойные. Тогда они лучше будут защищать от холода и при этом не раздражать руки. Итак, подведем итог. Надевайте, пожалуйста, варежки как можно теплее, но не шерстяные, чтобы там чего-нибудь не повредилось. И главное, чтобы вы были в порядке. Тепло, оно всегда принесет порядок. Ну а мы снова благодарим Надежду Удагир. Спасибо вам большое. Мне кажется, что теперь стало понятнее, что же такое холодовая аллергия.